Добрый вечер, меня зовут Кобольский Анатолий, я сегодня хотел бы вкратце поговорить и очень меня заинтересовало, знаете, совпадение, ну у нас совпадение конечно не бывает, а важность поездки президента республики Молдова и соответственно посещение мэра Бельц, послами Евросоюза и других государств в республике Молдова. Начнем по порядку. В первую очередь я хотел бы обратить внимание, что как ни странно, но именно Германия является одним из активных развивающих действия ювенальной юстиции стран. На сегодняшний момент первая и самое главное активная страна, у которой мы перенимаем свойства изъятия детей из биологических семей по разным причинам и чаще всего незаконным, это Германия. Давайте мы рассмотрим в первую очередь такую организацию в Германии как Ювентант и посмотрите, можете проверить, насколько жестоко и извините за выражение по далеко не гуманным методам и способам изъимаются дети из биологических семей. Госпожа Майя Григорьевна Санду является основательницей, скажем так, и одной из ярко выраженных лоббисток закона 140. Это вот закон о особой защите детей, находящихся в ситуации риска и детей, разлученных с родителями. Данный закон витиевато написан и позволяет на основании любой анонимки и очень разных проблем, которые далеко не основаны на риском, связанном с детьми, изымать детей из биологических семей. Также Майя Григорьевна Санду основала такую службу, или являлась одной из утверждающих лиц служба родительской помощи, которая в прошлом году на сайте муниципи Кишинелл имела очень большой интерес выставлять фотографии голых детей. Что немаловажно обратить внимание на это, так как никто так и не довел до конца разбирательства данного дела. Представители партии ПАС Мунтиану Пожога Анжела сказала, что да, они извиняются, они убрали фотографии, но данное преступление не было доведено до финала. Второе. Самое главное, что механизм, который был утвержден, вот посмотрите, это постановление правительства номер 270, вот если вам видно, да. И посмотрите теперь, кто его здесь подписывал. Если видно, чтобы это не было голословным, министр внутренних дел Дарьяна Ричан, министр посвящения Майя Санду и министр труда, социальной защиты семьи Валентина Булига. Мы ездим по разным странам, мы говорим обо всем, но вопрос о детях, Майя Григорьевна Санду, я ничего личного не имею к партии. Вы знаете, когда мы решали проблему, связанную с детьми, мы также встречались в аппарате президента, когда тогда был президентом Игорь Дадон. Потом на следующий день встречались в парламенте с Дойной Герман, с Владимиром Болей. Мы говорили об одних и тех же проблемах, но никто так нам и не помог. Детей на улице, для которых вы якобы этот закон протащили в 2014 году, убивали, в прямом смысле слова, они попадали в тюрьмы, но никто этими детьми не занимался. Для чего тогда этот закон? Вот впоследствии заявления, которые мы приобщали и в прокуратуру, и в Пичекокс, и куда хотите, и вот таких детей, голых, которых изымали на основании вашего антисемейного закона, без защиты, для непонятно кого, для педофилов, для маньяков, также оставляли без какой-либо защиты. Самое главное, Германия это одна из матерей-рожениц данной ювенальной системы, которая жестоко отбирает детей у родителей. И закон 140 как раз прописан для того, чтобы под копирку делать то же самое в республике Молдова. Уважаемый господин Рената Усатый, вспомните, пожалуйста, когда мы с вами связывались, и господин Плешко, ваш консильер, лично со мной разговаривал, все разговоры записаны, как вы любите представлять аргументы, так и у нас есть аргументы. Господин Плешко уверяет, что Ренат Георгиевич займется, Ренат Георгиевич вовлечется, Ренат Георгиевич поможет, но никто ничем не помог. Еще раз повторюсь, детей также убивали на улице, в прямом смысле того слова. Также дети шли в тюрьмы, и также дети оставались бесхозными. Но вы, господин Усатый, одобрили, ну, с вашего розчерка пера, ведь мы мэр, открыть центр Барна Хаус. Вот узнайте, дорогие граждане, что это за центр, и для чего он развит, и сейчас начинает свое развитие в республике, вернее, в республике Молдова, да, в городе Бельцы. Все та же витиеватая ювенальная юстиция. Забирать детей у родителей на основании анонимок и отправлять их в эти центры. Для кого? Для каких? Покровителей. С какой? Наклонностью. А теперь я хотел бы вкратце подчеркнуть по поводу послов. Уважаемый Петр Михалко, мы неоднократно вам писали о проблеме трафика детей в Молдове. В прямых эфирах, которые вы говорили, есть скриншоты, где я вам пишу неоднократно, почему вы не говорите о трафике детей в Молдове, о детской порнографии, о насилии над детьми. Мы разговаривали с начальником вашей службы безопасности, он пытался нам помочь, сделать какую-то встречу, но мы даже ответа не получили. Уважаемый Дерек Хоган, мы неоднократно в посольство Соединенных Штатов приносили информативные ноты, просили вовлечься как организация неправительственная, имеющая послужной список, имеющая истории с успехом, дать нам ответ. Но что нам сказали в посольстве Соединенных Штатов, что мы не даем регистрации, мы не будем вас уведомлять, если вы заинтересуете, вас найдут. Все. В посольстве Германии мы были. И вы знаете, обратили внимание в посольстве Германии только на один факт, где я указал, что незаконно и коррумпировано используются немецкие финансовые средства. Не обратили внимания на то, что я сказал, что дети находятся в группе риска, что дети, соответственно, являются жертвами трафика. Посольство Германии заинтересовал мой аргумент, где я привожу доказательства о том, что гранты, которые при содействии посольства Германии выделяются для неправительственных организаций, нерелевантно и коррумпировано расходуются. Это как объяснение послов, насколько они заинтересованы в том, чтобы содействовать Республике Молдова в предотвращении самого важного, наивысшего интереса ребенка. Все остальное, что вы делаете, это популизм. Это просто фикция. Зерна, вода и так далее. Да, это немаловажный фактор. Но если мы не встанем на защиту наших детей, то вся ваша деятельность, мне кажется, является одним целым. Это политической заинтересованностью для смещения вектора правления в Республике Молдова. Также я хотел бы вкратце подытожить о телевидении, таком как ТВ-8. Уважаемая Диана Попа, Михаила Дикусар. Когда вам нужно было снимать эфиры о развивающемся феномене детей улиц в Республике Молдова, которая очерняла исполнительную власть мэра Ивана Чебана, муниципальную примарию, вы готовы были за мной приезжать на машине, вы готовы были меня отвозить, чтобы я показывал вам, как умирают беспризорники на улицах. Но когда я обратился к вам за помощью о том, что у нас растет трафик детей в Молдове, что показывают голых детей в эротической проформе на госсайтах, что педофилы, такие как Никас Георгиадис и случаи бомбини в центрах, где содержатся эти дети, вы сказали мне, что продюсер не разрешает вам данную информацию обнародовать. Господа Дикусар, если вы захотите отказаться, у меня есть запись, когда я вас случайно встретил с вашим оператором возле Министерства юстиции, и более тысячи жителей Казахстана видели, как вы мне отвечаете, что продюсер не одобряет данный эфир. И в завершении хочу сказать следующее, что у меня нет политического взгляда. Как многие мне говорили, почему мы раньше об этом не говорили. Да мы говорим об этом больше года. И сейчас я хочу обратиться на румынском языке, впоследствии скажу и на русском. Мультстиматы диаспора. Вой сути очень активы в альгериле президенциале, а в альгериле парламентарии. Деще я вам душе адресание, душе душе душе, чеи которые троиск в Италия, в Франца, в Германии, в Суеде, душе вы не говорите, и не уйти с умаев? Что с петрыцем в церилии, в которые вы троите с copиии востри? Что с петрыцем ювенилею? Как и уходят в фамилии биологические? И в что риск с петрыцем в церилии и в церилии и в церилии с петрыцем в Республика Молдова? Вой выводите и промывайте за все четверицы и все душе 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 вы не говорите что петрыцем и душе вы не говорите диаспоры, которые проживают в Италии? Неужели вам неизвестен случай Бибьяно? Как целая структура политиков и НПО забирала детей из семьи и отдавала в никуда? Диаспора, вы ж так переживаете за Молдову? Вы ж так переживаете за будущее страны? Все говорят Диаспора дорогая диаспора так скажите пожалуйста наши дети в опасности? Вы же находитесь в странах где ювенальная юстиция забирает детей из семей отдает их в руки педофилам и вы молчите почему вы об этом не скажете? А я вам скажу почему вы об этом не говорите? Потому что если где-то всплывет такой лайф вам поджопником дадут и выкинут обратно в Молдову а здесь нет же работы кроме продавца охранника или чего-то еще ведь образования у многих кто уехал отсюда нету ну или они получают его там никто не хочет покидать сладкую почву потому что кому важны дети а самое главное я скажу следующее тот кто действительно говорит что он болеет за Молдову и за будущее Молдовы первое что должен сделать как любой гражданин защитить наивысшее право ребенка уважаемая диаспора в Италии в Германии во Франции сегодня это на конвейере забирать детей у биологических родителей и повод далеко не тот который сегодня заряженные НПОшники рекламируют в Молдове культ насилия семья сегодня стала культом насилия вот это важно Ринато Усатый Майя Санду другие политики уважаемые Андрея Настаси давайте мы вспомним консилиум на котором я кричал сломя голову что убивают детей на улице что дети пропадают вспомните что вы кричали кто это такой что он кто ему дал вообще право голоса спасибо Руслану Вербицкому который помог мне все таки выступить когда вы вечером уже спящие голосовали за пятилетний проект защиты ребенка хотя подготовили его представители НПОшников и у ЮНИСЕФовцы подняли свои ручки и все а я вам задавал вопрос вы хоть читали этот проект это не придумано я не использую политическую программу я сейчас не ложусь под кого-то из политиков как это делают некоторые ОНГисты или когда были президентские выборы появились некоторые представители НПО быстренько сфабриковали или зарегистрировали НПО да хелп копии и многие другие даже та же группа Алла Ревенко ну будьте пожалуйста вы честны полинцы солидарь к нафост манифестер ее чемпутут амфакуч организация нуастры ее арноталон вас усценут акстез ее ну вэт ковой сопромоват сквадиварат дрепту копии лор остается позиция мя шипунту мя удиведери что дети не ходят в школы это полбеды но что сегодня в школах извращенная программа где в учебниках по румынскому языку за четвертый класс говорится о том что мужчина совокупляющийся с другим мужчиной это успешные люди и у вас на сайте эта информация есть почему вы об этом не говорите не важно какой вы национальности ну контязы чепартиди воу воплак мудстемат шмудстематы публики дуамни домнишуари домни копии ножки астас и сунт эмпирику и никто из политиков сегодня не говорит об этом есть закон 140 есть закон 45 о семейно-бытовом насилии который феминистки и представительницы ЛГБТ лоббировали госпожа Фролова госпожа Бытка вспомните как вы называли меня кем вы меня называли госпожа Фролова мне говорила что это херня госпожа Бытка меня называла фашистом за что за то что я говорю что законы 45 и законы 140 являются антисемейными так изучите их не слушайте меня наши дети сегодня в опасности ни один из 10 процентов не слушайте до новых всех надеюсь что что